Друзья, внимание! Очень важная информация, которую мы все так долго ждали. 14 сентября Европейский суд по правам человека вынесет решение по нашим искам, которые касаются языка обучения. Скорее всего, ответ будет пока только по муниципальным школам, а вердикт по садикам и частным школам будет позже. Решение 14 сентября может в корне все перевернуть в плане языка обучения, а может ничего не изменить. Я напомню, что порядка 350 индивидуальных исков было отправлено в Европейский суд. Это были иски от родителей школьников и дошкольников, от частных заведений и муниципальных. Автор абсолютного большинства всех исков Владимир Бузаев. С конца 2019 года мы с коллегами из Русского Союза Латвии организовали несколько волн подачи исков в ЕСПЧ. Это была огромнейшая работа, и мы ее сделали. Спасибо тем родителям, которые откликнулись на наши призывы, которые не побоялись, которые предоставили данные для написания исков и которые в итоге отправили документы в суд. Эти иски подавали еще по предыдущей реформе от 2018 года, когда был принят закон об увеличении доли преподавания латышского языка в школах. Зимой этого года Владимир Бузаев и я, Юлия Сахина, проинформировали ЕСПЧ и о новом законе со всеми приложениями, согласно которому теперь все образование полностью переводится на латышский язык. Это важное дополнение было принято к рассмотрению и добавлено к нашим искам. Шансы по муниципальным школам изначально слабее, чем по садикам и частным школам. Но были похожие прецеденты и они были выиграны заявителями. А также основные международные профильные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие, все критиковали ту еще реформу от 2018 года. И в своих заключениях писали, что необходимо предоставить обучение на языках нацменьшинств, там где на это есть спрос. Но все эти заключения носят рекомендательный характер. Решение же ЕСПЧ имеет полную юридическую силу. Ну что же друзья, недолго ждать осталось. Будем держать кулаки.